В эфире РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа в студии Максим Окунев. Здравствуйте. Два высокопоставленных чиновника Уфимской мэрии попались на взятки в 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета. По версии следствия, начальник отдела градостроительного контроля и его заместитель предложили местному бизнесмену за взятку в 10 миллионов выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе города. Органами Следственного комитета возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешения администрации города Уфы, а также его заместителя по подозрению в покушении на получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые намеревались получить взятку в размере 10 миллионов рублей за выдачу разрешения на строительство гостиницы в городе Уфе, а также за дальнейшее покровительство в процессе ее возведения. В качестве посредника подозреваемые привлекли родственника начальника отдела, который попросил своего знакомого забрать денежные средства. О предназначении наличных он не знал. В настоящее время фигуранты дела заключены под стражу. Из-за пандемии коронавируса более 4,5 миллионов работающих россиян столкнулись с сокращением заработной платы. Об этом сообщает международная аудиторско-консалдинговая сеть «Финэкспертиза». В целом по стране зарплаты во втором квартале этого года сократились у 4,6 миллиона россиян, что составляет 6% от общего числа рабочего населения. Аналитики отмечают, что это максимальное значение с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 22%, а также превысило уровень безработицы. Основной причиной сокращений стал отпуск без сохранения зарплаты. Его брали 2 миллиона 400 тысяч работников. Еще 1 миллион 230 тысяч человек работали неполный день. А 948 тысяч человек столкнулись с простоем на предприятиях. В Башкортостане же уровень регистрируемой безработицы на данный момент составляет 6,77%. Башкортостан стал одним из лидеров по открытию брокерских счетов. По итогам сентября инвестировать в акции стали 96 тысяч жителей региона. Данные опубликованы на сайте Московской биржи. Абсолютным лидером по количеству открытых счетов стала Москва – 325 тысяч. Далее следует Московская область и Санкт-Петербург – 178 и 133 тысячи соответственно. Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловскую область, Башкортостан и Краснодарский край. Всего в сентябре брокерские счета открыли более 610 тысяч россиян. Это, по данным аналитиков, является максимальным месячным показателем за всю историю. Таким образом, их число достигло почти 7 миллионов человек. Средний объем операции на рынке акций за один месяц составил 91 миллиард рублей. Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов также выросло – почти до 3 миллионов. Их обороты с начала года достигли 105,5 миллиардов рублей. Наибольшее количество индивидуальных инвестиционных счетов среди банков открыто клиентами Сбербанка, Тинькофф и ВТБ. Среди брокерских компаний – клиентами БКС, открытие брокер – Финам. Среди управляющих компаний – клиентами Сбербанк управления активами, Альфа-Капитал и Регион. Центры лучевой терапии и позитронно-эмиссионной томографии для диагностики и лечения онкозаболеваний откроют Стерлита Маке. Отделения заработают в следующем году на базе клинической больницы номер один. Инвестором выступит компания «Мединвестгрупп». Соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Ради Хабиров и председатель совета директоров организации Виктор Хритонин. В ходе создания центров инвестор отремонтирует один из корпусов первой клинической больницы и установит два современных линейных ускорителя. Медперсонал обучат по международным стандартам. Все это позволит выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получать жители южных районов республики. Инвестиции в проект оцениваются в 550 миллионов рублей. В месяц мы обеспечиваем ремонт помещения, поставку обогревания, получение всех разрешительных документов и прием первого пациента. В течение 8 месяцев с момента заключения договора о ренте. Я думаю, что мы за и наявника эти вещи, юридические соглашения. До конца следующего года успеваете это, получается, знаете, вы постарались до конца лета следующего года. Даже тогда? Ну, отлично. Минздраве республики отметили высокую потребность населения в таких услугах, поэтому в программе госгарантии предусмотрят дополнительные объемы бесплатной лучевой диагностики и терапии в рамках обязательного медицинского страхования. Росавиация выдала допуск на полеты из Уфы в Лондон и Каир. Разрешение на перевозку получила авиакомпания «Азурэйр». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Минтранса. Полеты в Лондон и Каир планируются по два раза в неделю. Кроме того, увеличивается частота полетов в аэропорт Даламана с трех до четырех рейсов в неделю. Отмечу, что на сегодняшний день из Уфы с пересадками можно вылететь только в Турцию. Прямых рейсов в заграничные аэропорты нет. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.